всем привет доброго праздничного вечера и мы снова в эфире говорю мы потому что сегодня я не один Фёдор Маслов здесь привет привет Нобеля Ростомян мой соведущий да это шоу наши парни праздничный выпуск специальный особенно новогодний год 2020 заканчивается что ты можешь сказать о нем какой он у тебя получился мягко скажем непростой учитывая что пандемия футбол без болельщиков футбол вообще не был в какой-то момент поэтому я надеюсь что в двадцать первом году футбол будет уже окончательно с болельщиками с полными трибунами это будет самое главное ну и плюс чемпионат Европы впереди да ну а пока футбол еще не с трибунами что остается людям конечно же сидеть дома и смотреть новый выпуск шоу наши парни да давай позовем игрока юношеской сборной россии степана обрывкова и звезда тик тока макс клинток встречайте ты футболист играешь в юношеской лиге это ли которая сейчас позволяет молодым парням развиваться уже есть пример когда ребята прошли юфел и попали в главные команды премьер лиги у тебя есть какая-нибудь цель на двадцать первый год да у меня одна цель на всю жизнь стать футболистом на данный момент я пока играю в детской и юношкой на коммунистре какая какая команда мечты откуда хочешь вообще фанат барселоны это банально нет гризман ты реально ругаешь человека за то что болеет за макс я попросил макс сколько у тебя подписчиков у меня почти три миллиона в тик токе подписчиков до миллиона подписчиков как это ты вот за двадцатый год такой рывок да я год назад начал снимать видео тогда когда я заходил тик ток разговорная ниша роликов было просто свободно было два человека бутерфорк и удановский ну кто знает и я начался про разговорные ролики на тик токовском языке да и я начал снимать разговорные ролики просто на разные темы это мемы это скетчи это цитаты просто какая-то тема в комментариях типа расскажи что думаешь на этот счет или на этот счет я чё-то рассказывал и я начал набирать набирать аудиторию как так получилось потому что все звезда тик тока тогда когда в dream team переехал извини пожалуйста просто наверно но били надо объяснить что ты понял что такое dream team но быть это жилой комплекс модно именно он ты правда dream team house это самый самый популярный тик ток дом значит рассказываю dream team house это объединение блогеров которые живут в одном доме нас сейчас 13 человеком реальный дом прям реальный дом нас 13 человек сейчас мы все живем под одной крышей это одна большая коллаборация к баню хотел бы почти футбольная команда да 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 и работа внутри она действительно ведется как футбольной команде это очень важно потому что если кто-то выпадает из команды он садится на лавку запасных а может ты есть тик ток но я сижу давай ведешь аккаунт снимаешь видосики да нет почему ну не знаю мне нравится уже пригласят в dream team house всяко весело то можно залипнуть на часа два так перену вам посмотреть на дирекс на сегодня реально вот эти токи на футбольную тему именно футбольную насколько они могут быть главное популярно подать ну давайте тогда прямо здесь сейчас проведем челлендж надо вот так вот брать тянуть и не разлить воду со стакана если вода со стакана разливается салфетка обрывается это что там где стакан оставился то победитель грубо говоря и забираем покажи на примере но у нас здесь это прямо что нет каких-то жестких наказаний вот у нас в основном подарки новогодний поэтому будем не надо это было больно ой 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 мяч у пройдет давай 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 родной я на почина да все равно идет человек на опыте на энтузиазм и оба опа слушать получается что мы сняли здесь в шоу наши парни мы сняли тренд из тиктока раньше чем dream team house мы такой именно не снимали пока супер макс но помимо у тебя еще есть желание пройдешь киберпанк без блага боже мы только скачали киберпанк буквально на прошлой неделе он лагает как не знаю кто это это прекрасное пожелание это спасибо огромное стёп давай моя очередь покажи что ты можешь давай кроме как так вот забивать в роликах тудроц умеешь что-нибудь еще на поле имеет давай 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 пошел башал башал до конца тянуть ну-ка рвани панелей под налей рвани 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 все давайте прочитаем предсказать давайте это футболист просто футболист поэтому пока тебя тебя учился я прочитаю тебя ждет футбольный роман внимание это не постанова кто не знает стёпа снимается в роликах тудроц ребята которые вместе с амкалом не часто делают ролики что молодежь было классно было реально классно было без как познавательно и весело узнал чтобы понимали просто еще в перерывах между записью нобель еще реально узнавал постоянно что-то макс а вот что там как-то снять как мне подписчиков побольше сделать да я сделаю байт в инстаграме у меня там миллион скоро будет спасибо большое очень классно что пока еще получается как туда на одной волне более менее общаться я вам желаю в новом году максимально новых подписчиков новых просмотров и новых успехов а стёпе желаем игры но уже каком-то новом уровне чтобы ты развивался играл забивал голы и совсем скоро выступал уже не знаю за казанку за локомотив возможно в скором будущем спасибо давай дерзай последняя последняя просьба которая у нас будет парням макс про пиар мой инстаграм супер это значит договорились отличие еще одна просьба елку есть елка но там явно не хватает каких-то игрушек и мы хотим чтобы в процессе сегодняшнего выпуска наши гости и и наряжали так что пацаны поднимаемся и наряжаем елку к новому году а мы посмотрим так 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 вот и все правильно новый год это праздник который объединяет семьи и наша футбольная семья не исключение участник конкурса от газпромбанка мы предлагаем оставить семейные фотографии в комментариях все детали будут в описании далее мы выберем случайным образом трех лучших и обязательно вручим разнообразные и интересные подарки и так у нас очередной гость конечно же сейчас здесь появятся и я уже улыбаюсь игроки женской сборной россии ирина подшибякина и яна шейна и вместе с ними сюда зайдет игрок сборной россии по пляжному футболу федор земсков друзья аплодируем я я я я встану я встану привет привет ир ты вообще весь год страны да да ну ты уже путы уже ходишь ты вышла сейчас сюда сама два своих пускай расскажет что что-то травма была не все разрыв крестной опасной связки не так страшно страшно травм нет ну как сама страшно сначала думал что да нет а потом когда поняла что все можно запустить через неделю после операции да ладно и чтобы влияло на это на ту мысль просто себя настроил так а сейчас какой настройка это уже почти выздоровела вообще еще лучше а понимаешь что рвать будем следующему будешь рвать но не но не связки но не связки какая молодец я твой двадцатый год главное событие которое случилось с тобой в этом году второе место в чемпионате и кубок россии я впервые в жизни вижу тебя в обуви у тебя что классного все-таки хочется классное обсуждать что классного случилось в этом году ну и из классного могу только добавить наверно не добавить и сказать то что приблизился на год чемпионат мира долгожданный который пройдет москве все-таки удалось провести внутренние соревнования чемпионат россии кубок россии вот это было классно а в феврале еще до до ковида до всех вот этих вот наших ограничений и мер связанных с этим был в москве чемпионат мира клубный и он побил рекорд посещаемости вообще в принципе за всю историю пляжного футбола пришло до 20 человек нет пришло в районе там 9000 для пляжного футбола действительно большие цифры просто просто потому что стадионов нет таких которые вместе вместе ну на самом деле вот сейчас хочется обратиться ко всем болельщикам кто любит футбол в той или иной степени я хочу призвать их приходить и на пляжный футбол и на женский футбол на пляжный футбол туда приходишь там всегда играет музыка же да 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 то есть ты это просто ты приходишь там девушки там девушки там музыки нет но как бы ты приходишь и вживую можешь смотреть на вот я ну на иру и на таких же красоток которые бегают там попали супер это суп я вам открою секрет ребят есть женский пляжный футбол подожди там музыка и девушки давайте с вами тоже немножечко поиграем у нас есть рубрика которую мы для вас специально подготовили она называется 2020 он такой предлагаю поделить вас на команды будет команда девочек против команды мальчик кто выиграл женскую лигу чемпионов пускай федя первые я уступлю леон да все правильно опять у она расскажите а леон прям вообще жестко мощная команда но на данный момент последние несколько лет до сильнейших какой фильм взял оскар лучший фильм года в 2020 я же знал но забыл и даже его смотрел на экзамене сейчас нет сейчас секундочку я уступлю девчонкам я за оскаром не слежу паразиты точно молодец молодец так 2 0 ведут 2 0 девочки давай давай снова тебя начнем давайте имел шанс будешь пробовать снова ответ да я я отыграл выиграл лигу европы в этом году у мужчин да что ж такое лига европы меня давно так не валили я лигу чемпионов могу сказать чтобы немножко какой-то дух победителя пришел пришел давай так нет на каком покрытие играть в пляжный футбол на песке вот так молодец что-то ты знаешь теперь то все тот же вопрос кто выиграл лигу европы на самом деле эта команда много раз выигрывали но севильи да я вспомнил я смотрел мальчиках я мог не красавчик и девчонкам кто из игроков сборной был в гостях у дудя хорошо что девчонкам вопрос смотрите дудя да ну какой любимый выпуск молодец антон долин не играет за сборную не попал из майла морали не вот молодец сказал никто какой клип побил рекорд по количеству по количеству просмотров в интернете около семи миллиардов кого 7 миллиардов просмотров набрал клип я знаю что по ганам стайл набрал полторы миллиарда больше я не сверялся стоит смотрите тут и чтобы вам было попроще есть вариант ответа ваш ответ это бэйби шарк ну давай первую скажем хотя нет первую обычная варианты ответа куда-то в середину затыкивают давай бэйби шарк мог на самом деле это же детская дети постоянно тыкают кликают ну что ответишь ну давай я третий вариант отвечу но я думаю четвертый я могу уступить девушка 411 но еще есть четыре вопроса я шанс еще отыграться смотри камбэк сейчас будет до хлеще барселона супер ты же ты же специалист по лиге чемпионов кто забил победный гол финале мужской лиги чемпионов ты и лигу чемпионов знаешь хорошо как нам сообщил выиграла бавария только куда-то полез подсказывать нет ну хоть но я знаю один ноль я тебе даже скажу то есть гол был гол был забил куман куман молодец 42 по лиге чемпионов можете гонять ходить хоть с 50-х годов какое животное было символом что-то ужасно выдра какие-то тихие шансов нет но есть вопросы игрок года по версии фифа двадцатого мы тут двадцатый год ну ливандовский ливандовский правильно аплодисменты друзья на самом деле получилось достойно со счетом 5-3 выиграли девочки аплодисменты с победой предлагаю не останавливаться на этом и продолжим музыкальную и продолжить музыкальную тему браво что-то не в машине едешь что-то слушаешь ну что-нибудь потяжелее например ну что-то вот ну например там арио там iron maiden манаварно включаешь рэдхотч или паперс отличная группа рэдхотча не тяжелая ну да они спокойненькие гонзан розы ну и вот я думаю вектор вы поняли из старой школы ну если можно так сказать что будет происходить на самом деле мы сейчас будем включать различные песни будут играть вы могли такую рубрику похожую видеть в одном из известных телевизионных шоу вот будет играть какая-то песня ее часть вам у вас будет небольшое время на обсуждение потом снова будет включаться эта часть песни и вам надо будет ее продолжить и спеть дальше теперь они одна команда мне кажется да паром объединяться если моя душа требует реванша по очереди считайтесь кто первый на камень-ножницы ну я вступлю какие камень-ножницы ну что это будет восхитительно начинаем на самом деле это же одна из самых распространенных ошибок вообще в во вселенной вот все люди это это называется эффект манделы но я не буду что зависеть что это такое люди уверены что пять минут пять минут много или мало вот там таких строчек нет вообще и ты сейчас немножечко в шоке там нет строчек в песне 5 а ну-ка скажите какие-то строчки пять минут пять минут а мой часов раздался вскоре пять минут пять минут помиритесь все кто в ссоре а слов и что дальше нету нету дальше когда это много или мало это это но это прям шок глава это запустил это интересно кто это вот я кстати где читал про это уже не помню это то же самое что многие думают что борис ельцин говорил я устал я ухожу хотя что он не говорил так он не говорил так спасибо так ну что не получаю у вас познавательной программы слышите а вы как думали конечно под новый год надо же много нового вот сейчас сейчас будет очень хорошо я прям готов пожалуйста крупный план на федора давайте я этих слов не понимаю что там ну что-то нецензурное хотят ко мне сотни хотят ко мне ну видимо смеха то что два раза повторено может быть уже и в третий раз повторения слушай но это чувак ты сто процентов слышал его имя а подожди я скажу моргенштерн браво уже уже первый шаг правильный так значит с матом что-то дальше будет да я правда я угадал да хотят ко мне что-то хотят лавы ну на боли хотят куда-нибудь ты просто описал сейчас жизнь идеально которую преподносит господин моргенштерн потому что мы не расслышали слов ну что девчонки сейчас их очередь первыми угадывать следующее продолжение песни это твоя любимая песня аирон мейден нет а ты вспомнишь вспомню давай конечно опять метель сейчас и что-то все былое в темноте или пока не ложится как метель в темноте нет опять метель и что-то воет наверно все было в темноте нормально ты близок ты меня я знаю глагол другой вот а манит манит темноте манит и мается былое в темноте мается в темноте а что это значит слушай мне кажется надо считать да нет мне кажется мне кажется надо ну я в ритм попал в размер темноту по то чтобы засчитать спасибо девчонки но включаем следующую песню хит этого года еще один как и предыдущий нет ну ладно вот это же уже следующее поколение но мы с тобой откуда мы должны лет 32 а ему сколько знаешь 30 а мне делают вообще песок для приходит из него все сыпется и потом вы играете мы слышали давайте до текст кометы комета но это аплодисменты главная фанатка джонни в россии надеюсь он увидит они были на концерте его давай дадим шанс снова феде родор земсков давай игрок сборной россии по пляжному футболу угадывать следующее трек как у меня хорошо склоняюсь ты бы серьезно я сейчас я же пресня фанатов спортака болеешь я за кого болеешь сложный вопрос ну вообщем вдоль ночных дорог а дальше шла босиком не жалея ног браво первого неофициального фан-клуба певицы максим в россии вот ох дальше как хорошо то будет готовы хотите немножечко новогоднего настроения 2 2 2 2 2 2 2 давайте стекловату смотрите как сходится поколение давайте это же классик они запели спасибо дискотеке аварии ура отлично 32 на этом я думаю я думал все шансы сейчас проверим английский я же знаю нормально я не все понял но я как моргенштейн читаю нет стиле моргенштерна засчитал ну тут видишь сошлось плохая память и плохой английский мне кажется это надо засчитывать да заканчивать боевой ничей аплодировать бурно все девчонки спасибо мне кажется что вот эта вот движуха у нас точно удалась потому что все даже немножко попели во-первых распелись девчонки стали просто петь в конце ты боялась сначала помнишь я не буду петь не буду петь стесняюсь а в конце уже после съемок а какие планы у вас на 2021 год если говорить не про не про футбольный это жизненный план такое выучить индийский язык получить права о права права супер это интересное образование еще одно образование какое не скажу мы не знаю просто получить да для количества но сегодня здесь в нашем шоу мы все еще можем получить образование лучших угадывателей в мире вот будет минута федь тебе надо будет показывать здесь каким-то образом каких-то известных футболист вот а девчонки будут угадывать отлично попробуем попробуем так так и приз будет какой-то нам конечно конечно будет я здесь показываю и готов ну готов на поехали так ну с простого молодец второй времени мало месси дальше 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 это просто это просто я всегда укладывался поехали я буду показывать все время федор земсков отгадывает ё-моё пак ба другое дебала да дальше ну пляжник да ну кто-то из мира пляжного футбола кто-то из мира кто-то они многих знают конечно же ну я что конечно локомотив 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 да показал так локомотив летит антон мир антон миранчук алексей у нас новогодний выпуск пожелания новогодние пожелания для всех наших зрителей для всех болельщиков чтобы большой футбол вернулся на стадион с болельщиками это очень важно для людей обязательно здоровья всем крепко чтобы обе наши сборные у нас их еще и по мини-футболу все наши сборные побеждали они сначала говорят да что все время забывают а когда до них дошла речь сразу а причем у нас федорова играет сборной и признавалась даже лучшим игроком мира так все пожелаем удачи сборного всем не только петь это ты добавишь что-нибудь и я на и да есть что ну мне сложно врать пожелание поэтому скажу честно я думаю что не скоро мы еще прям вернемся к тому кто кто жизнь если вообще вернемся которая была поэтому мое пожелание такое что надо скорее вот уже адаптироваться и учиться получать удовольствие от жизни такой какая она есть сейчас пускай это закрытые трибуны и частично закрытые трибуны но потихонечку уже потому что может быть от этого и все вот это несчастье что мы что-то ждем постоянно это не наступает то есть давайте лучше адаптируемся к этому моменту жизни наслаждаться да 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 а уж если вернется все так это вообще мудро двойное счастье очень ну ты прям упростил мой тост также хочу присоединиться к вам и пожелать тоже всем здоровье новом году и чтобы у всех были силы и терпение а я хочу вам пожелать побольше побед и всем всем и везде да и поменьше расстраиваться в новом году будут будут разные ситуации будут разные может проблемы какие-то со всем этим надо справляться идти дальше а сейчас я предлагаю вам подойти к нашей елочки и украсить ее какими-нибудь игрушками девчонки давайте ну что спасибо вам большое что пришли в наше шоу это стало даже на время шоу не наши парни а наши парни и девчонки ты не забыл сказать о том что мы все в восторге от вас это было реально супер и давайте чаще встречаться будем ходить на ваши матчи и пляжный футбол и женский футбол и будем приховать а вы приходите к нам на телек и в youtube ура все спасибо вам большое спасибо наши друзья из газпром банка расширили линейку продуктов которые можно оформить через приложение телекарт 2.0 что же там теперь можно например заказывать дебетовые и кредитные карты цифровые или пластиковые а еще можно оформить кредит без визита в офис а для тех кто только планирует стать клиентом есть возможность заказа карты газпром банка из не авторизованной зоны ну что фидос ждем гостей очень национальной команды александр самедов и георги джики встречаем ура парни двадцатый год мы провожаем его и конечно же обсуждаем вспоминаем для каждого из вас что это за год нормально пережили пандемию то есть все живы-здоровы слава богу в общем были хорошие моменты были не очень а где вы провели то время когда вот был карантин такой большой друг в своем своем доме до верным до своей семьей спокойно разнал каждый уголок своего дома так что все хорошо георги сколько тестов вы сдали за этот год был плотный график поэтому сдавали в неделю наверное два раза точно нас еще когда я был на карантине за 10 дней сдал 8 8 раз каждый день сдавал до чтобы посмотреть а где не было идеи сдать тест после окончания этой части зона так для себя я сейчас на антитела вдвину а пока есть главное георги чтобы после отпуска когда вернешься в команду чтобы там несколько года у тебя антитела после опыта герой на что такого не тело по-любому немного будет после праздничных столов но с этим мы быстро разберем георги такое количество матчей было очень много и сборная естественно и клуб скажи как ты с таким графиком справлялся на то что реально тяжело даже я устал комментировать если честно ну да а мы устали слушать но ведь я понимаю потому что это мое любимое дело я хочу этим заниматься поэтому чем больше игр тем интересней понятное дело что где-то тяжело но есть свободные деньги элементарно отдыхаешь плюс профессиональный подход штаба были игры где я пропускал из-за того что был перегружен поэтому все нормально давай вспомнить перед этим годом в ожидании этого года мы все думали евро 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 все хотели мечтали пандемия евро перенесли евро 2020 пройдет в 2021 году кажется что да турнир по-прежнему супер важно но в этом году будет же отбор чемпионату мира то есть как игроку сборной силы распределить но я наверное это евро ждал больше всех своей жизни карьеры не знаю наверное вот поэтому когда его перенесли конечно же немного расстроился что его не будет двадцатом году но опять же отнесся с пониманием потому что тяжелая ситуация тяжелая ситуация в стране в мире вот что будет как будет понятное дело что это в новинку играть за год там и квалификацию евро и отборный чемпионат мира там лига нации там не знаю такая каша что мы сейчас даже не разберемся здесь поэтому спокойно от игры к игре как всегда саш обычно футболист действующие он же улетает моментально после финального свистка но тебя георгий спрошу ты уже игрок в прошлом москве новый год или поиск отдыхал семью отдохнул поскольку мне времени свободного больше я уже слетал в ноябре и сейчас да я не так часто до этого встречал новый год москве часто не часто все время а где чаще всего в таиланде а я же знаю таиланд вспомнил понял ты же фанат таиланда дергат и почему не в таиланде но в этот раз решил сразу не улетать ну и до нового года точно наверно никуда не улечу потому что новый год всегда стараюсь проводить с семьей с папой мамой братьями поэтому пока так что будет после нового года уже посмотрим парни у нас для вас есть небольшая движуха значит сейчас здесь на экране будут появляться и юные болельщики сборной россии и они будут описывать различных игроков ваша задача будет угадать о ком же они говорят попробуем давайте пробовать хорошо штрафные дает пасы что у меня хорошая прическа со что у тебя это точно не про нас с тобой ну точно да тебя за штрафные хорошо бьешь хорошая прическа спасибо спасибо я думаю миранчук головин а теперь правильный ответ а он играет в каком чемпионате миранчук да действительно миранчук играет как он чемпионате это вообще в одной команде играем почему-то мы разные ответы но ты сам сказал просто первый ну ладно пускай тогда играть друг против друга да 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 все раз нет нет не давайте мы в одной команде в любом случае саша просто правило забыл чуть извините я прав оказался но есть больше нет вытоле никого где-то 57 56 42 но легко же ты действующий жирков действующий я согласен 52 году примерно плюс-минус жирков другие варианты может быть у вас какие-нибудь есть еще нынче про игроков про игроков про действующих игрок сборной действий сборной россии игрок неважно но про игроков он на россии не мы же сборную говорим да хорошо просить игроков так скажем он до недавних пор был действующий футболист до недавнего времени был игроком сборной но футболист здесь не кричит саша я волнуюсь давайте действующий футболист так дайте чтобы еще один кусочек еще один кусочек про него же пять сантиметров пять метров до 5 метровый парень играл за сборную а до что сказал ну возраста там 52 или 48 47 но действующий то есть подсказки есть помогает пока не скорее уводит от правильной мысли вы вы это это человек который действительно очень давно играет в футбол это не жирков это человек который очень давно играет футбол давайте еще один кусок решающий и потом от вас ждем ответа давай спокоен а кинфеев но кто еще он ушел и но он играет играет еще я удивлюсь ты так долго от моты до приходил но он меня сбил ли ну какой я вообще не понял он играет закончил что делать но я же говорю что в сборной закон живите у детей видимо есть вот этого ассоциация с тем что кинфеев так давно играет я был упорюш все равно смотрим и слушаем две руки поднимают вверх две руки поднимают вверх да сложно очень сложно а еще есть а этот черешев он добрый воспитанный любит чем помогать черешев по моему пусть будет черешев может быть да черешев или нет это важно ладно парни это правильно на самом деле вы с несколькими подсказками почти всех угадали красавцы вот георгий вам сейчас сегодня придется отдуваться за всю сборную россии значит болельщики сборной россии записали некие пожелания вот они заказали что они хотели бы вообще в новом году и вам какие-то из этих пожеланий надо будет исполнить давайте посмотрим привет меня зовут аня я преданная болельщица сборной а вы знали что федор кудряшов обожает сладкое даже сам печет кексики какие факты об игроках сборной знаете вы такой болельщица не отказать ну например знаю что мы из последнего например вот как раз вместе сидим федор смолов не кушает грецкие орехи потому что они слишком жестко жесткие для него потому что у него аллергия я уверен что кто-нибудь феде смолову на день рождения подарит пять килограммов грецких орехов вот типа а кудряшов кексики печет да когда что дальше а про себя что-нибудь георгий что ты не ешь я не ем да ты знаешь все я все ем иди это наше новогоднее празднование а какое ваше новогоднее празднование ну как ты голы празднуешь я уже забыл даже какие голы ну и поэтому я забыл какие голы поэтому я и забыл какие голы сейчас время нам когда забивают сейчас Новый год время чудес гола понимаешь это же событие знаешь забил гол так как ты его отпразднуешь ну я как минимум я не знаю ну побегусь в сторону болельщиков болельщиков нет есть камера реально прикинь такой болельщиков нет сейчас к сожалению есть камера например подбежать и что-то там показать я не знаю например давай вот камера подбеги не не я сейчас не бегу не добегу туда сейчас отпуск нельзя напрягаться по обычному будет праздновать да как всегда ну точно ну никак ребята как всегда просто пробегусь что-то там заору я не знаю могу там ударить эмблему там погнали дальше сделайте трейф и главе трюка это вот все вот это вот в отпуске нельзя такое сделать я не смогу не ну понабевать можно понабевать вот что-то такое вот вот давай смотри что он творит нобель давай 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 о понятно все у меня обувь садись нобель садись садись здравствуйте георгий соберите пожалуйста команду мечты где буду я я центральный полузащитник давай отлично команду мечты да парень центральный ховбег уже имею ввиду всех весь мир задеюсь весь мир да вообще ну ладно пусть будет на воротах Акимфеев так вот справа в защите пусть будет Марио в центре будет парень парень Савва его зовут Савва 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 будет в центре справа по защите будет Александр помогать Савве вот в центре еще Савве поставим например Рома Забнина слева мы поставим кого мы можем поставить Миранчука Черышева Головина кого хочешь Савва я нет пусть будет Миранчук да я себя уже услышал выдоху справа остались форварды так форварды так ну пусть будет Федя Смолов а под ним будет Миранчук Леша отлично сборная Савва собрана Савва сборная Савва 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 будет с капитанской повязкой да он будет капитан он будет выбирать схему тактику и все остальное и придерживаться ее Георгий у тебя целая миссия выбрать победителя в этом нашем небольшом конкурсе и этот человек получит приз от Газпромбанка девушка побеждает и получает приз да а я бы вот ведущий не знаю присоединишься ты ко мне или нет я бы отметил отдельно Савву который не побоялся говорит я буду капитаном я буду в центре сборной играть справа так что да еще какой-нибудь небольшой приз от Газпромбанка тоже пускай отправляется Савве он тоже болельщик не против отлично никто не против я за ура с вашей помощью сейчас мы постараемся определить что же нас ждет в новом 2021 году вот немножечко будем предсказывать будущее с помощью вот таких вот мишеней смотрите у нас есть большая мишень это плохие предсказания у нас есть средняя мишень это ну такие средненькие нормальные и есть главная центральная мишень это хорошие предсказания вот вот отсюда предлагаем вам немножечко попинать мечи ну так просто катнуть его туда ну и где он останавливается дальше открываем ту я же сказал парней просим ну зачем ты опять все портишь попробуем ой пошел ну что ну что там ну что там касается линии значит это считается нет повару смотрите это как линия штрафной если нарушение на линии штрафной ставят пенальти по моему правильно потому что линия она как бы принадлежит штрафной площади так что нет я просто я просто Георгия ой 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 не не там же должны открыть сейчас ну давайте какие же новости ждут нас в двадцать первом году сборная России станет призером престижного турнира ну это будет чемпионат Европы ты практически обеспечил медали поздравляю Георгий не забудьте меня когда будете праздновать так так Александр Самедов достал очень хорошее пожелание теперь Георгий Джики сильно сильно так 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 на линии на линии смотри Георгий борется между плохим и ну средненьким таким средненьким да на линии прям на линии это средненькое ну ладно засчитаем за средненькое ну как вот прям видно ну конечно да засчитаем я плохо читаю сразу сейчас вообще другое просто читал сборная России летом полетит в Бильбао а это значит мы будем выйдут из группы в другом да логично то есть в принципе выйдем из группы да а там уже Саша обеспечит место в призерах логично так давай ты давай я попробую ну ну это очень плохие да я немножечко разнообразие внесу в наше шоу чемпионат Европы перенесут мы будем надеяться что нет не хотелось не хотелось Георгий очень ждет да вот он рассказал Нобиль давай теперь я схожу уберу мяч а твоя очередь не мешает потому что я попаду нет нет как раз таки вот где-то здесь будет вон там так ну это это Нобиль у тебя есть чувство мяча вообще я не знаю я просто не знаю у тебя есть вообще чувство мяча что тяжело оказывается да куда ты катишься с такой силы спокойно вот ну давай игроки сборной России войдут в символическую сборную турниру офигеть нормально поздравляю поздравляю что-то среднее звучит так топище слушайте а я правильно понимаю что единственный кто у нас попал в самый центр был Саша да да возвращаться это опыт я же говорю с самого начала самый добрый это опыт вот хочется чтобы вы обратились к болельщикам сборной России в конце и что-нибудь такого им пожелали на Новый Год ну всех конечно же хочется болельщиков поздравить с наступающим Новым Годом много-много здоровья пожелать чтобы двадцать первый год был намного радостнее и наша сборная больших побед большие большой удачи так что всех болеем поддерживаем было очень мило ну можно добавить что конечно же всем здоровья всего самого хорошего и чтобы болельщики поскорее вернулись на стадион и заполняли их и наслаждались вот этим моментом как они делали это раньше ура ура все хлопаем парни ну а вам мы желаем в Новом Году давайте конечно же без травм в любом случае действующий ты или не действующий футболист в любом случае без травм вот и побед не только на футбольном поле спасибо спасибо а в конце пожалуйста финальные штрихи на нашу елку на нашу елку да наши гости сегодня наряжают елку вот там вот игрушки по одной игрушке пожалуйста с каждого из вас кого хотите того и вешайте я вот наши парни скромно аккуратно наши парни наши парни пойдем так да вот отлично большое вам спасибо я надеюсь что уверен что в 2021 году будут еще новые выпуски шоу наши парни но чтобы это случилось вы должны не пожалеть свой лайк прямо сейчас под видео его поставить Нобеля Рустамян Федор Маслов всем пока фидос просто фидос да всем пока увидимся в 2021 году с новым годом то а и они там д Продолжение следует...